Вот так начинается наш каждое утро Саш, доброе утро. Саш, ну давай возьмем. Это тизер. Ааа, я проснулась. Ну так во мной и завтракал. Саш, что ты говорил? Это когда дурак. Это когда тебе кучу мяса разбили. Если есть вопросы, задай. Саш, ты что, работаешь? Да. Пошли, взял, качаться. Что, я не готов. Так, у меня вопрос. Я там мою голову или нет? Кошка, я пойму. Саш, мне еще надо 10 минут. Читалось. Потом ты проверишь, выключила ты утюг. Там вот это закрыла ли ты дверь. А, ну конечно же надо поменять стельки. Сходить два раза в туалет. Придеть носки. Придеть носки. А еще вот это вот. В итоге полчаса вот это. Саш, нам просто нужно с тобой дойти до зала. Маш, кошку с тобой не находит? Нет. А что, утюг выключила? Я готова. Идем в зал. На полчаса всего лишь опоздали. Я сама звоню нашим пользователям. И теперь я никогда не сбрасываю звонки. Маша, скажи какие-нибудь новости. Мы запускаем мобильное приложение. Вот. Очень много новостей, потому что половина наших гипотез не сработала. Вот. Например, одна из. Мы думали, что телеграммом пользуются во всем мире, а оказалось, что нет. Ничего, это опыт. Поэтому сейчас вот у нас в понедельник будет смета по приложению. И будем запускать полноценную иконку. Все, что вы видите, я так и живу. У меня вообще в жизни нет вещей, в которых я вру или делаю что-то, что на самом деле я не делаю. Вот, например, я сделала спортивити. Я им пользуюсь. Я снимаю в блог, что я бегаю. Значит, я реально бегаю. Я снимаю, что я ем по диете. Значит, я ем реально по диете. Вот абсолютно true content. Маша, скажи всем, что ты просто хотела поспать на улице. Здесь очень мягко. Незапланированный дубль. Меня отвлекло. Все. На этом блог продолжится в больнице. Вот осознанность. Спортивити. Спортивити я делала здесь. Все пишу. На настроении учителей. Сократов, Аристофий. Руфа очень красивая. Маша, ты делаешь первую в мире IT в сфере спорта. Это же очень сложно. Каково тебе? Меня эта мысль заряжает. Я всегда мечтала о том, чтобы сделать сервис по спортивной психологии. И мы просто хотим, чтобы спортсмены, все люди, кто занимаются спортом, были психологически более здоровыми, чтобы у них было меньше загонов, меньше проблем, чтобы люди могли побеждать благодаря своей сильной психологии. И это нас двигает. Мы в это очень верим и действительно хотим сделать мир лучше. Сейчас я буду делать презентацию. 27 апреля у нас большой вебинар. Бесплатный онлайн интенсив, который организовывает наша компания Спортивити. И для этого мне нужно делать презентацию. Собственно, сейчас я буду этим заниматься. 30 слайдов полезнейшей информации. Просто мне 15 лет моего опыта. 4 года работы с психологами. Куча вложенных денег. Все в этой презентации. Ну вот, техническое задание выглядит так. Сегодня мы поговорим о том, о чем. И вот мне сейчас нужно написать, о чем же мы поговорили. Берем самые распространенные просто боли, которые у нас присутствуют в спорте, от которых мы все устали и уже хочется от них наконец-то избавиться и вылечиться. И начать играть нормально. Об этом поговорим на онлайн интенсиве. Все, поели. Едем работать. Как я могу назвать работой свое любимое дело? Еду тренировать. Я обожаю работать с людьми. Увидимся на тренировке. Ну что, мы приехали в Москвич и начинается рабочий день. А вернее, уже в самом разгаре. Сегодня целых два замерца. Каждую тренировку начинаем с разминки. Маша, сколько ты уже тренируешь? Четыре года, возможно, чуть больше. Ну что, Маша, скажи, как прошел твой день? Закончила две тренировки. Все прошло круто, продуктивно. И у меня есть 15 минут на себя любимую, чтобы я потренировалась и подготовилась к чемпионату Москвы. Пойдемте со мной. Естественно, на что потратить 15 минут? На прямые пары. Наше все. Это не очень хороший удар. Хотелось бы чуть-чуть поплавнее. Вот так получше. На самом деле, конечно, я тренируюсь больше, чем 15 минут. Я много спаррингуюсь и сама уделяю этому время. Но сегодня дико загруженный день, поэтому есть чуть-чуть времени. Давайте еще одну прямую пару. Ну что, на сегодня в бильярдном клубе «Москвич» мы заканчиваем и едем в Лузеру. Люди подарили мне сливовое вино из Японии. Вообще, очень приятно быть, конечно, тренером. Конфетки, вино. Хорошая работа. Тепло на улице. Кайф. Вот наконец-то пришла весна. И можно ходить по улице с вином. С вином. Но я хотела сказать в красивом луще. Но с вином лучше. Ладно, поехали в Лузу. Ну что, вот и закончился мой день в магазине Лузеру. На съемках очередного ролика для их канала. Спасибо, что были со мной сегодня. Пишите в комментариях, как вам такой новый формат. Что понравилось, чего добавить, о чем интереснее рассказывать, о чем нет. Ставьте лайк. Подписывайтесь. И будем на связи. Ждите новых выпусков. Пока-пока. иви сencial.